Шла я в Приморский исполком, мне надо было. Я пришла на остановку, сюда на детская библиотека. Идёт 101-я маршрутка, маленький такой автобус, я не знаю, как он называется. Женщина впереди меня заходит, а потом же я, я с сумкой. И берусь, сумка тут, и берусь за двери, а этой, думаю, подтянуся. Он закрывает дверь, сумка моя, часть в салоне, а часть у меня в руке. И начинает трогаться. Я иду и стучу в окно, что открой дверь, я сумку возьму. Я уже не зайду туда, ради бога. Он едет, ещё больше. Я, значит, ещё, ещё, стучу, стучу, кричу. Там и людей было мало, человек пять, наверное, сидело всего. И кричу, отпусти сумку, отпусти. А он едет. Я бежала, бежала, конечно, сколько я могу бежать. Сумку бросила. И грохнулась вот эта вот льва. Головой. Головой ударилась. Потом он остановился. Вышел. И лежу. Вышел, поднял меня. И завёл в салон. Я села. Тут сразу две женщины меня окружили. Тут у меня идёт кровь. Он подал салфетки мокрые этим женщинам. Они мне тут вытирали, вытирали. Я ещё достала удостоверение, участник войны. Я всегда там держу, сколько есть, два рубля, рубль. Я никогда так не еду, чтобы я не платила. Но четыре рубля с тысячу гривен я платить не могу. Доехали мы до остановки Приморский исполком. Женщины эти мне помогают выйти. Вышли. Они мне говорят, может вас... А у меня уже вот тут такая вот... Может вас проводить до исполкома? Я дура, конечно, господи. Говорю, да нет, я потихонечку сама как-то дойду. В шоке. И пошла. Ну, я не соображала тогда вообще ничего. Пришла туда я в пятую комнату. Там я стою на очереди, она даёт мне бесплатно путёвки. Вот. Я там стою. Я зашла туда. Я хотела, в совет ветеранов поднялся на четвёртый этаж. Но там лифт не работает. Какой мне четвёртый? Я зашла в пятый кабинет. Девочки, как увидели, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. И стали мне, кто ножик вытащил, нож приложить, кто пятак там искал. Ну, а потом говорят, вам надо срочно в поликлинику. Я вышла, как уже мне было трудно, вышла на Нахимова, села опять же на маршрутку и доехала до поликлиники, там на Нахимова встала и пошла. Зашла к хирургу, там есть такой Айтул, Руслан Фёдорович, заведующий хирургическим отделением, очень хороший доктор. Я к нему зашла, он посмотрел, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. Ну, посмотрел и сразу говорит медсестре, звоните в милицию. Они вызвали милицию, не я. Они вызвали. Ну, он мне сказал, что делать, придёте домой, если у вас в морозилке есть лёд, ложите на эту шишку лёд. А если нету, я говорю, нету у меня льда, значит, может, там кусочек мяса или что. Положите, я приехала уже домой, достала это мясо, начала ложить. А, подождите, ещё же я, я ещё только зашла, когда телефон звонит, милиция уже приехала. Они приехали с Желтнебова, РОВД почему-то, ну, я не знаю, третья поликлиника, наверное, туда относится. Ну, они сказали, давайте, достали бумагу, пишите заявление, как было. Я всё, вот это описала, на имя начальника какого-то они сказали, там, не знаю. Я всё описала. Ну, и всё, и они уехали. Я стала продолжать своё лечение. Ну, вот и на второй день, и каждый день я ходила сама и в милицию, в Желтнебовый, потому что Павлику не до меня было. Я ей, они сказали, что они, это, передали Величёвский почему-то, потому что там какая-то есть задорожная, кто она такая там, не знаю. Транспортная... Она... По ДТП. Она по ДТП, и мы ей передали. Я, что вы думаете, а что делать мне? Я еду туда, аж в завод Ильича. Это на краю белого света находится. Её, а там не оказалось, дежурная сидит. Дежурная сидит, я говорю, мне нужна задорожная. Она звонит, её нету, она где-то в больнице. А что вы хотели, я тоже ей так рассказала немножко. Ну, вы знаете, вы сидите дома, вас вызовут. Всё. Я повернулась и ушла. Ой, сейчас, что было дальше. Господи. Уже, что было дальше. Потом мы с тобой поехали. Так. Ну, я стала по врачам же меня, по всем. Терапевт, невропатолог, рентген. Вот это, я же не могу вздохнуть. Рёбра. Не кашлянуть, ничего. У меня делали рентген, рёбр. Ну, вроде, не нашли полома, а только сильный ушиб. Ушиб сильный. Сильный ушиб. Эх, господи. Что я уже? Ой, сейчас. Ой, кошмар просто. А с милицией вас вызывали? Выходили туда? Никто меня не вызывал. Вот это же я поехала туда раз, в Живневый. Сказали, туда-то никто не хочет разговаривать. Там никто не хочет разговаривать. Кому нужны такие старые? Господи. Я поехала и туда, и сюда, и всё. И сказала, всё, больше никуда. Не поеду. Да. Потом же мы поехали уже с сыном. Он пошёл к ней. Разговаривал с ней. Зашёл я к ней в кабинет, сказал, кто я такой. Представился. И она говорит, а, это по Белуху? Да, я говорю, да. В общем, здесь не считается ДТП, так как она держала сумку, помогла её бросить. Это если бы зажал он её и проволок, это считалось бы ДТП. А так, бабушка бежала за сумкой. Это чисто всё автоматически. Закрылась дверь, сумка остаётся там. Все ценные документы в сумке. Она пытается достучаться, чтобы он открыл. Реакции никакой. И просто автоматически, ну, а что там старый человек, 84 года, брякнулась на землю. Всё, полностью. Ну, что, ну, я спорить с ней не стал. Мы передали документы в Приморский райотдел. В Приморский райотдел как раз в пятницу, потому что я работаю, не попал я. Ну, попадём в понедельник. Кто там занимается этим делом и как это будет выглядеть, посмотрим. Это, говорит, не ДТП. Это она сама виновата. Зачем она бежала? Как зачем? Там у меня паспорт был, там у меня удостоверение было, там у меня ключи от квартиры, там у меня кошелёк, там у меня лекарства все. Я за собой таскаю. Просто автоматически. Всё за собой. Я должна была бросить. Я только просила, стучала, чтобы открыли мне дверь, чтобы отпустили, и всё. А номер маршрутки вы запомнили? Маршрут, 101 маршрут, 4939 автобус. Вот этот номер, 4939.